Садака — это причина, по которой Аллах прощает нам наши грехи и даёт великую награду. Про тех верующих, которые раздают милостыню в Куране сказано «Аладдаллаху ляхум нагуфератам ва аджалан азима». Аллах уготовил для них прощение и великую награду. Разве у нас мало грехов? Разве у нас с вами мало тех слов и действий, о которых стыдно вспомнить, и с которыми страшно предстать перед Аллахом, о рабы Аллаха, не забывайте о садаке. Ибо когда человек жертвует садаку, очищается его душа и очищается его имущество. Садака просветляет внутренний облик и нравственность, очищает душу от разных мерзких качеств, таких как скупость, алчность, чёрствость. И напротив, садака взращивает в сердцах благородные свойства, такие как щедрость, великодушие, доброта, милосердие и благодарность. Да, да. Тот, кто любит раздавать садаку и помогать нуждающимся, тот проявляет одну из лучших форм благодарности Аллаху. А кто благодарит Аллаха за его милости, тому, как известно, Аллах приумножает свои дары и милости. Также садака очищает имущество, то есть делает его благословенным, благодатным. На имущество человека нисходит божественная благодать, барака. Оно становится благословенным. Приносит много пользы и бывает потрачено на полезное. Пророк, салаллаху, алей вассалям, поклялся. Поклялся в том, что садака не уменьшает имущество человека. По причине садаки Аллах хранит имущество человека от бедствий и увеличивает его достаток. Всевышний говорит, «Ва на анфакту меншей инфагу ваюхлифу ва вахайру разики». Что бы вы не израсходовали ради Аллаха, Он сполна возместит это. Он наилучший из дарующих удел. И в хадисе сообщается о том, что каждый день, каждый день, когда рабы Всевышнего просыпаются утром, обязательно спускаются два ангела, и один из них говорит, «О Аллах, возмести тому, кто расходует свои средства на благие дела». А другой говорит, «О Аллах, пошли скупящемуся гибель». То есть гибель ему самому или его имуществу. Сказанное в хадисе подтверждается тем, что мы наблюдаем в нашей жизни. Практически всегда, когда верующий выплачивает закат, дает садаку и расходует свои средства в целях угодных Аллаху, Аллах непременно низводит благодать на его имущество и облегчает ему зарабатывание средств существованию. «Я أيها الذين آمنوا, أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون».